Приветствую, доброго времени суток. Всем, кто меня видит и слышит, с вами как всегда, Гарги. И это уже последняя серия первого сезона «Семья шпиона». Так, ну это школа наша, наша школа. Любимая школа, любимая. Предъявите, пожалуйста, документы и приглашения. Мистер Гамильтон, прошу вас прожить. Приезжайте на охранную территорию школы Эдем, место проведения, ну и так далее. Не успел, извините. Дружеская встреча в школе Эдем. Раз в триместр имперские школьники и их родители, а также избранные из выпускников, сохранившие за собой право на участие, крупные финансисты и политики, академики, художники, музыканты, спортсмены и прочие видные деятели, собираются здесь пообщаться. Нифига себе, охрана. В этом году на охрану не поскупились. Ну а что ты хотел? Тут же випы на каждом углу. Меня, кстати, почему-то дрожь пробирает от того, что СГБшники рядом. Охрана не хуже, чем на международной конференции. Вроде и был к этому готов, но все равно поражен. Боюсь, пробраться будет сложно. Логично. Едва ли это задание считалось бы трудным, если бы можно было пройти без стипендиата. Увы, все далеко не так просто. Иначе нам и операции неясать не понадобилось бы. Угу. Тем более, что нескольких шпионов уже ловили, когда они пытались пролезть туда. Да? И я не должен повторить их судьбу, иначе охрану еще больше усилят. Нет, чувак. Встреча проходит в башне мудрости. Не считая парадного входа, в ней есть несколько закрытых окон. На крыше башни разбит открытый сад, но соваться туда смысла нет. Слишком видное место. Все подземные проходы охраняются, и безопасных просто нет. А на единственном входе проводят обыск и тщательно сверяют документы. Вдобавок, всюду новейшее оборудование. Туда не только сложно пройти самому, но и даже повесить на кого-то жучок. Ммм. То есть... В отрубашне нет зданий, что были бы выше нее. Разговоры по губам не прочтешь. Наверное, можно было бы пробраться внутрь заранее. Хотя, это тоже рискованный вариант. Почему? Выходит, внутрь никак не попасть. Да нет. Если сильно рискнуть, то шансы есть. Так. Один-единственный раз бы точно вышло. Я бы попробовал, если бы Десмонда надо было убить. Уже этого я бы, скорее всего, добился. Однако, цель операции неясать. Втереться к нему в доверие. Нам нужны регулярные встречи и информация. Допустим, я смог бы пробраться внутрь. И даже поговорил бы под личиной какого-нибудь деятеля. Но? Рад снова вас видеть. Что? Простите, но меня в прошлый раз не было. Знаменитости легко отследить. А если они с ребенком, то и играть роль будет сложнее. Папа, ты сегодня странный какой-то. Ну, а если я притворюсь работником школы или официантом, он со мной говорить не станет. Да. Да и следить лишний раз нельзя. Не дай бог заподозрит, что ей может больше носа не показать. Пожалуй, лучше всего идти на контакт, как Лоид Форджер. Так что остается подготовить почву к нашей встрече. Шансов встретиться с Десмондом за пределами башни почти нет. Но я попробую поискать варианты. Ну, короче, чувак попал. Ребята, на сегодня уроки окончены. После обеда школа будет закрыта на дружескую встречу. Ну, не подступиться к Десмону. Если вы не живете в пансионате, скорее езжайте домой. Дружеская встреча. Интересно, как они проходят? Там ведь звезды всякие собираются. Говорят, что в этот раз приедет космонавтка Ечайка. И вроде актриса Эмми. Че, без шуток? Дэмиан, а твой папа ведь тоже на встрече будет? Старший брат, ты у тебя имперский школьник. Здорово, когда уроки только полдня. Дэмиан, ты меня слышишь? На Дэмиана усморить обидно. Я первоклассник Дэмиан Десмонд из пансионата Сесил. Вы не могли бы соединить меня с Деметрием Десмондом? Ну что? Привет, Деметрий. Чего ты хотел? Ой, прости. Я по поводу завтра. Ты же пойдешь на встречу? Ага. Когда увидишь отца, передашь ему кое-что? После этой встречи не мог бы он со мной встретиться. Скажи, что буду ждать во внутреннем дворе второй библиотеки. Хорошо, передам. Но особых надежд не питая. Наш отец занятой человек. Что-нибудь еще? Нет. Ясно. Счастливо. Да, брат у него прямо душка. Кстати, не поможешь познакомиться с твоим отцом? Сегодня за мной папа заехать должен будет. Познакомишь, да? Чего? Так не честно. Дэмиан, пожалуйста, познакоми меня. Отвалите. Господин! Второй собрался сегодня встретиться с боссом злодеев? Ань, пойдем сегодня по магазинам. Увы, план модняться с треском провалился. Значит, выбора нет. Если с папой встретитесь, вам начнет страшно везти. Слежу за вторым и лично разберусь с боссом. Что ты за мной таскаешься вторую неделю? Меня тошнит от тебя уже. Свали куда-нибудь. Господин, а может быть, она всего лишь хочет... А чего хочет-то? Хочет подобраться к вашему отцу и поэтому нас преследует. Вот именно. Она такая же, как и остальные. Дура. Дура. А вы что, нет? Ты остановишь. Вот грубиян. Что больше я тебя не видел. Ясно тебя, горилла, мерзопакостная. Горилла, мерзопакостная. Я подумываю, его еще разочек треснуть. Не надо. Они то из школы отчислят. Так и знал, с Дэмианом она не помирилась. Похожий план бы идет под откос. Она его слышит. Папа? Хотя, она по-своему пытается перед ним извиниться. Умница. Ну, а мне следует идти за Дэмианом, который вполне может встретиться с отцом. Подожди! Я тоже хочу с боссом отражаться! Чего? Пойдем лучше домой. Вы уже на место встречи собрались? Разве ваш отец придет не после встречи? Это же несколько часов ждать. Так он и правда с ним встретится? Прекрасно. Раз уж мы все равно здесь, пойдемте поближе к башне. А что там? Ух, нифига себе. Ага, имперские школьники. Посмотрите, прямо гриффиндорцы. Ого, впечатляющий вид! Это же имперские школьники! Я сейчас от страха уписываю! Подумать только! А ведь твой отец даже среди этих звезд один из главных гостей! Впрочем, и вы, господин, как его сын тоже! Господин! Я передумал встречаться с отцом. Да ладно! Это почему? Вот черт! Вы ведь правы, мой отец большой человек и занятой! Откуда у него будет время на меня? Пойду перезвоню брату, скажу, чтобы отец не приходил! А я тебе не позволю! О! Ну чего тебе? Что пристала, маньячка? Второй, ты просто боишься! Они видят тебя насквозь! Что? Чего она вообще вылезла? Точнее читает! Вообще-то да! Просто я про тебя все знаю! Например, знаю, что на контрольной по родному языку ты получил лишь 50 баллов! Ну откуда, блин? Так, погоди! Ну при чем тут это? Я через плечо твое подсмотрела! А они потихоньку и правда превращаются в маньячку! Не боишься, что отец узнает, как плохо ты написал контрошу? И я тебя понимаю! У самой 17 баллов было! Ты меня с собой не равняй! Я не знаю, любит ли меня папа, и поэтому тоже побаиваюсь! Он еще и ругается на меня вечно! Побаивается? И все же я верю в него! Потому что люблю! Поэтому я показываю ему оценки, даже если это двойки законтрольные! Никогда так не делайте! А чем мы вообще говорили? Не знаю! Черт! Господин, куда это вы? Как дурак какой-то веду себя! Во внутренний двор! Отца буду ждать! Господин! И вообще я не боюсь! Ничего не понял, но молочи на Аня! Удачно она его подначила! Эх, Луид! Что? Ты тоже ждать будешь, Ань? Почему? Нас там машина ждет! Поехали! А, погоди-ка! А вдруг она метит на свадьбу и решила познакомиться с отцом! Ты серьезно? Ты всерьез берешься за дело? Что ж, хорошо, Анечка! Я подожду с тобой! Твоя решимость достойна похвалы! О как! Ошиблась я! Ничего она всерьез не решилась! Марта, отнести Аню в нашу машину! Поедем домой! Как пожелаете! Представляете? Какая же все-таки Аня своенравная! Ой, до свидания, учитель! До свидания! Так вот, Аня просто взяла и уснула! Не зря я все-таки копию себе сделал! Самодельная копия брелка от сумрака Своимостью в 300 Встреча закончилась без происшествий Посты охраны, транзит людей и вещей Я не зря сидел и наблюдал А теперь Вот и нарисовался Десмонд Ну-ка, куда он поедет? Отлично! Интересно, встреча уже закончилась? В карту рубится О, извините, парни Вы тут нигде не видели брелок с овечкой? Точь говорит, что очень любит его Но обронила где-то здесь сегодня Ну и выродила меня его искать А не этот случай? Он вон там валялся О, это он! Благодарю, ты меня спас! Это ведь я не брелок! Старик, а ты что, папа Ани Форджер? Старик! Старик? Ну вообще, да А, вы что, ее одноклассники? Минутку, прости Если обознался Но ты ведь Демиан Десмонд? Да, это я Мне правда ужасно жаль На торжественной линейке Моя дочь ужасно с тобой обошлась Ага Я даже к вам домой приходил Хотел извиниться Но, к сожалению, ни тебя, ни родителей Тогда не было Ну да Я аж в пансионате живу В поведении дочери виноват я один Мне правда жаль Да ладно, я не в обиде Я бы очень хотел извиниться Перед твоими родителями Господин, посмотрите! Маш отец идет! Господин, посмотрите! Господин, посмотрите! Моя дочь ужасно плохо обошлась с вашим сыном И я хотел за нее извиниться А, я же не представился Досада Меня зовут Ллойд Форджер Ну и глаза Первый контакт Секретарь совета Байрон Полковник Макнил из народной армии Прокурор Фарнам И даже космонавт Ячайка С ними лидер оппозиции Донован Десмонт из народной единой партии Да информация от любого из них на вес золота Вот так встреча! Почему мы не направили больше агентов? Они бы точно помогли Сумраку Хочешь, я тебя сейчас отправлю Но через пять минут, как туда сунешься Ты попадешься в сети опытных оперативников СГБ И еще через тридцать минут В дознавательной тебя начнут пытать Ох Давай! Мы только контрразведку порадуем Если направим туда желторотиков Не забывай Мы в самом сердце вражеской территории И сейчас в стенах Эдема Находится передовая холодной войны Мама? Здравствуйте! Я работаю в центральной больнице Берлинта И зовут меня Ллойд Форджер И я хотел бы вновь извиниться перед вами за то Что моя дочь подняла руку на вашего сына Не сомневаюсь, что не только Дэмиану Но и всей вашей семье это было неприятно Глава народной единой партии Десмонт Я видел его интервью и выступления Читал его книги Изучил все, что могло помочь с пониманием его личности Но с тех пор, как он ушел в тень Информации о нем не найти Как я могу подобраться к нему Как могу заинтересовать в себе Что именно его интересует Что может разозлить Выбора нет Придется выяснять сейчас Ну давай И рано или поздно я смогу Я выведу его на чистую воду Я выясню все о его плане войны Красиво Мне невероятно стыдно за дочь Но этого мало Я вновь загляну к вам домой И принесу извинения официально А, так это ты тогда был? Дворецкий рассказывал мне о твоем визите Я был ужасно занят и не смог с тобой связаться Ты уж прости Неужели отец переживает за меня? Ну что ж, тогда на днях я зайду к вам с подарком Нет, нет, спасибо Это ведь была детская ссора И все же... Ну отец, ведь меня, Десмонда, ударили в лицо И вас это не смущает? Ты Ваш сын совершенно прав Какой бы ни была причина Моя дочь первая ударила его Обещаю, я исправлю ее ошибку Спасибо, не стоит Но благодарю за любезность Отмел без раздумий, ясно Позвольте поблагодарить вас за великодушие Лучше не наседать Столько отпугнул И весь план пойдет на смарку, если он заподозрит меня Тут надо аккуратно Почему? Все-таки отцу на меня наплевать Меня же страшно оскорбили Даже лицо опухло Так почему? Не понимаю Ну, разозлись ты хоть Ради моего блага Извините Ничего Я не подумал Отнюдь Твой гнев вполне понятен, Дэмон Я вдолблю дочери в голову Чтобы больше себя так не вела Хотя, если честно Она у меня такая взбаломошная Что я и порой сам не знаю, как с ней быть Она и старику жизнь портит Нет, конечно, я сам во всем этом виноват И на собственном примере пришел к выводу Что детей не проконтролируешь Поэтому и думать бессмысленно Что ребенок у тебя на поводке Не следует возлагать на него излишние надежды Что ни говори А детей воспитывать очень сложно Ты совершенно прав Пусть ребенок даже родной Но это другой человек И полностью понять такого вот чужого Невозможно Как бы мы того не хотели Разным людям не найти понимания Поэтому ты и решил силой задавить своего соседа Это и есть твоя истинная сущность, Дэсмонд Вы совершенно правы В больнице я работаю в психиатрии Но постоянно тревожусь Что не понимаю своих пациентов И на 10% И ведь правда Решать все разговорами утопия Возможно, глупо думать Что можно найти понимание И все же Самое главное Все равно пытаться его достичь Например, слова дочери зачастую Вводят меня в ступор Сегодня я пойду в кондитерскую Чтобы обменять заложников Правда? Ну, удачи Поэтому я и решил Принять ее такой, какая она есть И по возможности Почаще с ней беседовать Правда, успехи у меня пока переменные Я не отойду от сбора информации И попыток понять оппонента Шпион как-никак Признайте Вы ведь из схожих соображений Нашли в своем плотном графике Минутку на сына Можно сказать Что ты прав Дэмин, теперь я понимаю Почему ты уважаешь отца Даже Аня рассказывала Помнишь? Вам давали задание Узнать про профессии Ну и? И Аня ужасно понравилось Твое выступление Ааа Все уши нам дома прожужжало Да ну Вранье Позвольте Вы читали доклад сына? Нет Как жаль Вы многое потеряли Конечно, я сужу лишь По рассказам дочери Но его выступление Было выстроено На уважении И понимании Вашей работы Я был впечатлен На самом деле Доклад он услышал в школе То есть он еще и подслушивал Думаешь? Не сочтите за грубость Но я долгое время критиковал Программу Народной единой партии А вот доклад вашего сына Пробудил во мне интерес Подлеза Я понял, что вы всерьез думаете О наших государственных интересах Теперь вот Собираюсь посетить Одну из ваших лекций Хотя, наверное, глупо звучит Не поймите неправильно Доклад был восхитительным Все, хватит Что-то заладил, старик Прости А ты довольно интересный человек Форджер, если я не ошибаюсь Да Я чудесно провел с тобой время Пора сворачиваться Да То, что он запомнил мое имя Уже хороший результат К тому же я узнал Кто его телохранители Большое вам спасибо За уделенное мне время А, точно Сохранишь в секрете Что я тебе сейчас про Аню рассказал Ладно? А то она девочка упрямая Да и, на мой взгляд Не так уж она тебя Недолюбливает И я буду рад Если вы поладите О Ну, я и сам не хочу Ссориться А? Что? Все, отстань Надоел Мне эта простолюдинка Даром не нужна По-больному ударил Я постараюсь Повысить статус Нашей семьи Ну что ж До свидания Взрослому человеку Говорит А, простолюдинка Не нужна Да, пацаник Посмотри-ка Ты чего ты хотел, Демиан? Трый Ну Да так Ничего Самое главное Все равно Пытаться его достичь Раз ничего То я пойду Я не знаю Любит ли меня папа И поэтому тоже побаиваюсь Я показываю ему оценки Даже если это двойки Законтрольные Председатель, прошу Уже время Постойте Отец Мне за аттестацию Стеллу дали Она у меня пока одна Но мне чуть-чуть До других не хватило Ой Правда Я за одну контрольную 50 баллов получил А еще Точно Моя статуэтка Грифона Взяла первое место А еще я Как бы Это Ясно Валю, Демиан Извините Но почему вы пришли ко мне? От чистой прихоти Не переживай Демиан Продолжай постигать науки И защищать честь рода Дасм Конечно Все равно сын Может это слово Толком не получилось Но зато мне удалось понять Насколько он близок с сыном Так Чем лучше их отношения с Демианом Тем лучше для моего плана B Да вот только Донован Десмонд Оказался невероятно скользким Возможно проще будет подобраться к нему извне Надо будет доложить обо всем в штаб И продумать наши шаги Давай Это типа а-ля взгляд Я же не должен за них радоваться Но я радуюсь Понимаете, да? Классно выстроил он диалог Монолог там Я дома С возвращением Ллойд Вырубилась Ее почему-то спящей привезли И с тех пор она так и спит Примите посылку Посылку примите Папа Я тоже хочу с боссом сражаться Не похоже, что ее вообще что-то тревожит Опять же Я не понимаю, что она в принципе такое несет Эх, ты даже не представляешь Насколько она Все понимает И насколько она Пытается тебе помочь Очень прикольно Сделан момент То, что она может читать мысли Что ж это была последняя серия Первого сезона Семья шпиона Приятная-приятная серия Приятная такая вещь Приятный сериал Оставляет очень приятный осадок На сердце На душе Помогает расслабиться Что ж, до Дайзмонда мы сейчас дойдем Но прежде всего хотелось бы Подчеркнуть, так сказать, внимание На одной вещи Если все заметили, да Там с Дэмианом Все девчонки пытались подружиться И пытались Именно Понимаете, в чем дело Чтобы с отцом познакомил Чтобы с отцом он познакомил Познакомил Познаком нас с отцом Познаком нас с отцом Вот понимаете, а Насколько здесь Это мимолетно пробежало Но это знаете, как у меня сейчас Очень, вот осадок какой Поганый осадок у меня остался То есть вот этих маленьких девочек С маленьких лет Родители Заставляют А это так Их натаскивают на это Натаскивают на то, чтобы Примазаться сразу же С первых же классов С первых же дней Примазаться к тем, кто Наиболее приоритетный Вот понимаете, да Обычными такими Вопрос С как это Выражениями Например, вот подружись с ним Подружись с этим Подружись с этим Ну и так далее Все ради того, чтобы Увеличить свое состояние Ну уж извините, пожалуйста Знаете что? С тех пор, как монархия исчезла Ничего не изменилось И вот такие вещи Как деловые знакомства Браки Все равно имеют место быть С точки зрения Политического Или экономического Скажем так Увеличения Объединения Двух семей Кланов Этих Родов Ну и так далее Ну что ж Везде там СГБшники Ну понятно Почему Потому что там Извиняюсь Члены каких-то партий Народного единства И так далее Ну видимо он Это такой Националист Националист Там Ллойд Намекнул Что якобы Тоже наци И поэтому Ну вы поняли Тот такой Ага Понятно Ллойд Очень грамотно Так построил Диалог Чтобы и сына Не подставить И Чтобы Понравиться Дезмонду Дезмонд Кстати Мне очень интересно Что это у него За швы Такие По обеим сторонам Если вот вы заметили Да вот на обеих На обоих сторонах Будто ему делали Колонноскопию Ясное дело Колонноскопия Делается в другом месте Да Я имею ввиду То что вот Ну что это за шрамы У него Взгляд у него Между прочим Как у контуженного Серьезно Какой-то больной Он не моргает Заметили Он не моргает И снова же Скорее всего Это отсылка К К К фильму Молчание ягнят Где Антони Хопкинс Играл Ганнибала Лектора Основной его чертой Было Не моргать Не моргать Это знаете почему Потому что люди Психопаты Которые вот Ну такие Больные Да У них на удивление Есть такая Сильная способность Они могут контролировать Абсолютно Любую Кожу Любую Молекулу Своего тела Своё сердцебиение Могут контролировать Могут контролировать Абсолютно Свой ритм Адреналин Чтобы у них Не впускался Вы представляете Что они могут контролировать А моргание Это защитный механизм Защитный механизм Который автоматический У людей Но Вот такие люди Могут И И Его Контролировать И не моргать Даже если это необходимо Понимаете Да Мне кажется Что Вот здесь Эта черта Ну пока что Мы ясное дело Не знаем Но Ллойд Как опытный Оперативник Догадался Что Дезмонд Очень 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 Такая Страшная Фигура Очень Хитрая Фигура Которая Вот Держит на расстоянии И очень грамотно Это делает Но Лицемерно Грамотно Ллойд Это просекает Потому что Он Он Ну агент С таким опытом Что он Прекрасно знает Как манипулировать Диалогами Монологами Отношения Людей Как Как манипулировать Людьми И Прекрасно Понимает Если Другой Это делает Так же Его Это Распознавать Учили Да и Плюс У него Гигантский Опыт Но Он Хотя бы Все Первый Контакт Состоялся Потихоньку Потихоньку Надо Наращивать Надо Наращивать Диалог Вот он Понял Кто Так Вот он Уже Познакомился С Дэмионом Вот И потихоньку 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 Начнется Уже Скорее Всего Сближение Между Аней Между Дэмионом Потому что Ллойд Просекнул Что Дэмиону Нравится Аня Хотя Тут отрицает Это всеми Силами Души Нет Нет Слизеринец Никогда Не будет С девчонкой С Гриффиндора Не будет С поганой Грязнокровкой Ну Ничего Страшного Ничего Потерпит Ну Скорее Всего Ллойд Будет Помогать Аней По Сближению С Дэмионом Потому что Стел Нам не Видать Как Собственных Ушей Если Операция Ниасить Провалится Но Мне кажется Вот В втором Сезоне Продолжится Уже Сближение К Дезмонду Что ж Это была Последняя Серия Первого Сезона Семья Шпионов Благодарю Если Смотрели Это Вместе Со Мной Если Вам понравилось Будьте Добры Ставьте Лайк Подписывайтесь На Канал И Группу Вконтакте Где Я Уже Выкладываю Не Только Свои Реакции Но И Новости Аниме И Следующее Аниме Которое Начну Я Хочу Сказать Что Я Обязательно Продолжу Смотреть Семья Шпиона К Второму Сезону Мы Не Вернемся Очень Скоро Но Перед Тем Как Мы Вернемся К К Семье Шпиона Я Хотел Бы Сообщить Что Хочу Сделать Реакцию На Пираты Черной Лагуны В Третий Сезон Который Состоит Из Пяти Серий И После Них Мы Сразу Вернемся К Семье Шпиона Удачи Шпиона